Вор в законе Суреновитисин Вор в законе Суреновитисин, Сурик, был коронован в августе 1999 года в Москве. Практически сразу после коронации воры определили его смотрящим за незаконной добычей золота и алмазов в Якутии, несмотря на то, что Сурик был уроженцем Армении и имел семью у себя на родине. Впрочем, этот вопрос новоявленный вор в законе решил быстро немного освоившись в Якутске. Он перевез сюда жену и дочь, чтобы легализовать свое положение, а Витисяну пришлось покупать паспорт гражданина России лично у бывшего начальника паспорт на визовой службы Республики Вячеслава Григорьева. Об этом случае стало известно намного позже, когда Григорьева взяли за серию подобных продаж паспортов. Сам вор в законе отлично влился в криминальный мир Якутии. Авторитетам таких крупных местных группировок, как Нюрбинская и Славянская, пришлось подчиняться новому хозяину. А он в свою очередь обзавелся здесь сразу двумя автомобилями Мерседес Брабус. Рыночная стоимость которых составляла на тот момент 450 тысяч долларов каждая. Это к тому, чтобы понять, какие деньги крутились вокруг незаконной добычи драгоценных камней. Силовики, которые до этого не имели на своей территории воровских авторитетов, практически сразу по прибытию взяли Сурика на контроль. Они знали от своих источников, что приезжий вор в законе обложил данью черных копателей золота и алмазов. Однако все это было на уровне разговоров никаких официальных показаний против Аветисяна никто не давал. Чтобы немного сдержать пыл Сурика, оперативникам пришлось довольствоваться малым обвинить его в использовании поддельных документов. Взяли Сурика в первых числах апреля 2005 года, в парикмахерской. Даже стричься он приехал вместе с двумя громилами-телохранителями. Прошел без очереди, громилы перекрыли вход в зал, где работали мастера и никого не пропускали. Оперативникам, приехавшим на задержание, охрана вора пыталась оказать активное сопротивление, за что была осуждена на пять суток. Продолжение следует... Продолжение следует...